Журнал «Караван Историй». У него всегда было много рекламы, потом он стал выходить в малом формате. Моя жена раньше выписывала эти журналы, сейчас они лежат на даче, где я и нахожусь. Хочу сейчас записать для истории и отнесу его на ближайшую помойку. Может быть, кого-то интересует еще биография Тины Кандилаки. Тут она еще молодая. Освобождаем место для других книг. Так как ремонт, нужно все вывезти из квартиры. Поют птички, отдыхаю. На даче никого, кроме меня, нет. Снимаю на Redmi 10, но он без оптической стабилизации. Здесь, в принципе, ее и не нужно. Светит солнышко, вот здесь какая-то грязь. Напишите, нужно ли другие журналы выкладывать. Вот, если кого-то интересуют какие-то номера, то могу продать старые. можно отправить авито доставкой. Вот, кто-то же их коллекционирует. Например, моя мама все время покупала эти дурацкие журналы. Где гостини, которыми у него заставлены все шкафы, тоже нужно будет их продавать. Видите, какой старый номер. Там еще Nokia была. C60. Вот так что, смотрите. Сейчас понесу все это барахло на помойку. В общем, мне кажется, что никакой ценности эти биографии каких-то артистов не представляют. Это, в общем-то, жвачка для мозга. Сейчас можно все, кому интересно, на ютубе посмотреть. Все эти скандалы расскажут. Это у них была пародия на картины. Ну, точнее, подражание. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу всех этих журналов. Это еще не самый толстый я сделал. Давай это побольше. Вот уже реклама сигарет запрещена. Кстати, за ютуб сейчас практически уже ничего не платит. Рекламы в России нету. А перевод через райфайзенбанк, там комиссия за доллары перевод 50%. Представляете? Здесь, допустим, 100 долларов вам присылают и 50 комиссия. Получаете на руки только 50. Пишите в комментариях, какие номера вам нужны. Посмотрю и отправлю вам их. Спасибо за внимание. Февраль 2004. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok